Сейчас я хотел бы поделиться, знаете, каким опытом, какие вообще проекты следует заявлять в ТАССР, какие проекты точно не пройдут в ТАССР и какие проекты проходят с известными трудностями, что для этого нужно сделать. Самое, понятно, правительство ждет от нас классического нового проекта, создания на новой территории, новой производственной площадки, нового здания, нового оборудования, лиц, нанятых с открытого рынка труда и, желательно, еще на новом земельном участке. Но понятно, что не все проекты таковые. Например, кто-то захочет воспользоваться арендой площадей. Понятно, тут уже о льготе, о земельном налоге идти не может, потому что это аренда. И также не будет идти льготы по налогу на имущество, точнее, на его часть движимости, так называемое, если арендуемое помещение. Но будет идти речь уже о льготе на движимое имущество, на оборудование, которое приобретается, и о взносах. Вот. Понятно, да, почему? Собственно говоря, цель создания ТАСЭР – это как можно большая доля вот таких вот именно проектов, так называемых чистых новых зеленодольских проектов. Во-первых, это инвесторы, которые только приходят в город. Это проекты, которые существующие предприятия планируют новые организовать. Это тоже, в принципе, чистый проект. Самое главное, чтобы он был обособлен от действующего предприятия. Поэтому, в принципе, как уже сказали коллеги, ограничений нет для действующих предприятий. Но действующее предприятие должно заявить и реализовать в ТАСЭРе новый проект. Причем очень желательно обособленный. И, ну, насчет аффилированности вопрос открытый. На самом деле, к этому относятся спокойно и нормально. Но вот обособленный точно. Не получится заявить в ТАСЭР проект, организованный в том же самом цеху, на том же самом оборудовании и с самими людьми. Вы просто-напросто не сможете выполнить требования раздельного учета операций и имущества, да, и результатов по такому проекту. Так, дальше, пожалуйста. Очень сложно. И пока я, честно говоря, не видел еще ни одного проекта, ну, по крайней мере, по республике. Надо еще посмотреть по Итальятти. Они тоже у нас как бы дышат так в спину по количеству проектов, да. Вот таких проектов я пока не видел. Речь где-то о проектах расширения, да. Производственники понимают. То есть производственное оборудование достигло определенных пределов производства, да. То есть, ну, лимит объема выпуска, да, и люди, и оборудование. И надо докупить, например, линейку оборудования или заменить, не знаю, на более производительное и нанять к этому еще обслуживающий персонал на этом оборудовании и реализовать его. Вот такие проекты проходят очень сложно, потому что, опять же, надо обеспечить раздельный учет нового проекта. То есть в производстве, вы прекрасно понимаете, есть операции общего пользования, есть оборудование общего пользования. Там, я не знаю, финальные стадии любого производственного передела, там, скажем, закалка, покраска, литье, то же самое, заготовительный цех, они же носят общий характер. Невозможно вычленить новый проект из общих, как бы, процедур, да. И что касаемо расширения производства, с одной стороны, вроде бы, понятно. Выделили, например, отдельный цех, да. Вот если вы обособите вот эту линейку расширения от основного производства, тогда это можно показать государству, доказать раздельный учет по бухгалтерскому учету, нововикам и так далее, и объяснить и на этапе защиты заявки, и на этапе отчетности за этот проект, что он раздельный. Я вот как бы выделил, ну, условно говоря, один обрабатывающий центр, там, и к нему новые люди, да. Для этого, конечно, желательно либо обособить в новом цеху, либо в новом здании, либо как-то еще. И самый главный вопрос всегда возникает, как быть с общими процессами, да, и с косвенными затратами, как быть с бухгалтерией, с административно-управленческим персоналом, да. Вот, честно говоря, наше мнение, мы бы рекомендовали реализовывать этот проект в отдельном юридическом лице, вот на отдельном балансе, потому что, вы знаете, с раздельным учетом, кто связывался с налоговой, чрезвычайно сложно доказывать, почему, скажем, ну, представим ситуацию, инженер, он сегодня красил забор, завтра работает над конструкторской документацией, да. То есть у нас же бывают как бы разные задачи, да. И попробуйте списать часы, которые он работал над документацией по новому проекту, и доказать налоговикам, что это именно с этим новым проектом связано. Остальные затраты как бы непроектные. А в этом есть необходимость, потому что в нормативных документах прописано, что резидент АССР обязан вести раздельный учет имущества и операций. Вот по-любому от этого уже не уйти. Так, следующий, пожалуйста. Следующий проект модернизации. Он еще более сложный с точки зрения и как бы правительства. Если первый технически реализовать можно и стать резидентом при этом, то с модернизацией много добавляется различных «но». Что такое модернизация? Ну, в данном случае, я, грубо говоря, токарно-винторезный станок заменил там на современный обрабатывающий центр. Что от этого происходит? Количество слесарей или фрезеровщиков или токарей нам надо сократить и поставить одного оператора. Вот такой проект с точки зрения государства, он вообще малоинтересный, потому что вроде как АССР создан для создания новых рабочих мест, да. И модернизация здесь подразумевает не то, что нанятие новых, оно подразумевает сокращение, да. Но, с другой стороны, инвестиции присутствуют. Если вы, вот я бы такой здесь, как бы формула успеха здесь такой, если вы не убиваете действующее производство и реализуете новый модернизационный проект на новых, опять же, площадях, то, в принципе, доказать все можно. Это вот уже как бы проще, да. То есть, у проверяющих органов, которыми являются у нас, в первую очередь, конечно, Министерство финансов и Министерство экономики, даже больше Минфин, скорее, выступает роль такой вот бабы-яги, которая всегда против, да. Минэкономики помогал нам много раз доказывать проекты, потому что они видят эффект от них. Но Минфин не умеет, к сожалению, считать проекты. Вот не то, что не умеет, умеет, наверное. Да, не хотят видеть проекты по модернизации и вот такому вот как бы расширению, да, подавай как бы чистые проекты и обособленные. Вот, поэтому модернизация с точки зрения вот социального эффекта, проект не очень интересный. Я не говорю, что он не пройдет, да, но, честно говоря, проекта модернизации пока видели очень мало. Так, следующий. И, наверное, самая первая мысль у зеленодольцев возникала, когда ТАСЭР возник. Ну, мы вот сейчас действующее производство возьмем, да, и там перенесем. Или, например, у казанцев. О, Зеленодольск, ТАСЭР, перенесем-ка мы свое казанское производство туда и с ольготами, да. Вы знаете, весьма и весьма проблематично. Во-первых, госорганы следят за этим. Во-вторых, обеспечить чистый перенос производства, ну, вот, на мой взгляд, практически невозможно. Вот, процентов, наверное, 90. Дело в том, что, представляете, вы начинаете описывать в бизнес-плане о том, что вы входите на рынок. У вас есть конструкторская документация, у вас есть прайсы, у вас есть коммерческие предложения, у вас есть действующая клиентура. Как все вот это перевести на новое юрлицо, зарегистрированное в Зеленодольске, не оставив каких-то хвостов? Я уж по-простому, я извиняюсь, тут как бы разговариваю, да, я думаю, на одном языке. Проблематично. Вот, поэтому проекты перенесения, мне кажется, лучше сразу отбросьте. Лучше сразу думать о реализации какого-то нового проекта. Например, вот, не зря же я говорил про экономию. Экономия по налогам, ну, правда, накапливающаяся эта экономия, да, она за 10 лет у вас будет достигнута, вот ее можно направить на проект, который вы давно обдумывали, но, например, на это не было средств, или не решались, или не прорабатывали. Вот ТАССР, и, в частности, разработка бизнес-плана и финмодели под этот проект, как раз прекрасная возможность поскурпулезно подумать, проработать проект и начать его реализовывать. Потому что вот таких проектов Минфин категорически против. Первое, что сказало правительство России Минфину, после того, как стали подписывать первые ТАССР, никаких перетоков, расстреляем всех. Вот это вот у них называется перетоки. То есть ТАССР создавался не для того, чтобы предприятий с нельготных территорий переместить на льготные, у них стало по налогам все интересно, но в целом, вы поймите, вот, я даже сказал, локальный эффект возникает только для города, для Зиндольфска. Зиндольфс будет рад, понятно, но в целом ведь для масштаба республики происходить ничего не будет, то есть произошло просто перемещение, да. Поэтому, собственно говоря, во-первых, это выявить легко, и, во-вторых, самое будет неприятное, ну, хорошо, допустим, не увидела комиссия этого, когда подали ей заявку, но, наверное, самое обидное будет, когда это увидят в процессе реализации, когда уже несколько лет налоги начислены по пониженным ставкам, и налога заставить все пересчитать, ну, не дай бог, никому не пожелай, для бизнеса это, скорее всего, очень проблематично будет, если не крах. Так, дальше, пожалуйста. И вот, соответственно, я попытался классифицировать, какие бывают виды проектов, и, ну, условно, поставил крестик вот на трех проектах, которые, не скажу, что прямо исключены, но очень тяжелые они будут. Скорее всего, проект или отправят на доработку, и, соответственно, сложно его будет дальше протащить. Это вот перенос, модернизация, расширение. Но, вот давайте на расширение, на котором там стоит первый крестик, я условно даже, я готов его поменять на зелененькую галочку, да, если расширение производства обосабливается территориально и в отдельное юрлицо, то, скорее всего, такой проект пройдет. Мы таких проектов по челнам, в частности, видели немало. Пример, Акульчев, крупная компания, занимающаяся производством кондитерских изделий, задумали производство вот этих вот макаронцев, знаете, наверное, да, такие, ну, условно, назову их зефирчики, да, то есть это сейчас во всех кофейнях. Соответственно, сказали, окей, такой проект проходит, но вы обосабливаете производство макаронцев в отдельное юрлицо, это у них сейчас называется, венские вафли.